Семь лет назад на Петровском бульваре открылось кафе, которое очень полюбилось азовчанам. По словам управляющего, до начала археологических раскопок и строительных работ многочисленные гости с удовольствием посещали заведение. А теперь что? А теперь ничего. Теперь мы ходим как по песку, как по пляжу. Сюда даже с колясками не хотят гости проезжать. Не говоря уже о том, что там дамы в платьях, которые раньше заходили к нам сюда, гуляли, ну они же не будут ходить по этой разрухе. Постоянные машины, постоянные грейдеры, все грибут. На летней террасе вообще сидеть невозможно. В итоге что? Сняли асфальт, нет плитки и все. По словам Максима, отток гостей составил почти 70%. При этом управляющий уверен, что пострадали все предприниматели, работающие на Петровском бульваре. Ну хотя бы пускай, ну хотя бы сроки какие-то, да, ну чтобы мы понимали, к чему готовиться. Ну мы же не знаем ничего, никто нам ничего не говорит. Да не обязательно гости, да, которые к нам идут, ну просто мамочки с колясками, да. Вы посмотрите, вот это вот уже, ну больше трех недель, ну там все делается. А здесь зачем это все поснимали? Очень сильно страдаем, готовились как бы к сезону, это наш сезон, да, всю зиму держались. И тут, ну как бы обидно, обидно, что сезон испорчен. Как-то могли бы сделать это, хотя бы одну сторону, раскопать, начать делать, сделать ее, потом к другой. Нет, ну у нас как всегда, все перекопаем, все, как-то надо более, так сказать, с головой подходить к этому вопросу и думать о людях, о предпринимателях, которые здесь как бы работают. Мы же тоже платим зарплаты людям, а с чего нам платить, если выручек нет из-за этого. При этом обязательства предпринимателей по оплате налогов, коммунальных услуг, зарплат работникам остались прежними. Прокомментировать ситуацию мы предложили представителю уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Игоре Симакову. Да, ни у кого нет понимания, каким образом, какой будет график работ, к чему готовиться и как жить, как строить бизнес и вообще, как поступать с сотрудниками, что делать с контрактами заключенными. Потому что вот это остается какой-то тайной, мы плохо понимаем, вот как будет выглядеть Петровский бульвар, потому что да, он есть в проектах, да, он есть в рисунках, но, в общем-то, людям, которые непосредственно живут здесь и у которых здесь есть бизнес, вот это им непонятно, они про это не знают. И это огромная недоработка, я считаю, по взаимодействию между обществом и администрацией. Так, безусловно, нельзя делать. По мнению Игоря Симакова, крайне назрел диалог власти с обществом и бизнесом. Кроме этого, администрация должна приложить все усилия для минимизации потерь предпринимателей. Тем более, подобный опыт у представителя по защите прав предпринимателей есть. Во время ремонта коллектора, который проходит по улице Севастопольской в зону строительных работ, попал ряд предприятий. Удалось сформировать модель, когда, во-первых, появился четкий график, люди стали понимать, когда и что у них будет происходить. Смогли изменить график своей работы, взаимодействие с сотрудниками, где-то, может быть, отпуска сдвинуть, поменять контракты. И, безусловно, работы первоочередного порядка. То есть, это логистика строительных работ, движение транспорта, освещение территории, обеспечение безопасности передвижения. Вот многие очень вещи, они на самом деле важны, нужно взаимодействовать было. До сегодняшнего дня местные власти не предпринимали попытки подобного взаимодействия с органом по защите прав предпринимателей.